Самоизоляция украинской власти. Александр Зубченко специально для Альтернатива.орг за 6 апреля 2020 года. Продолжение. Второе. Антикризисные меры по борьбе с эпидемией коронавируса на самом деле сводятся к созданию преференций для бизнес-империи Рината Ахмитова. Формированию целостного украиноязычного информационно-культурного пространства и развитию патриотического кинематографа. И это аж ни разу не шутка. Шахтам Рината Леонидовича, его теплоэлектростанциям Облэнерго списываются долги для обеспечения стабильной работы электрогенерации. Создаются условия для получения сверхприбыли от торговли самым дорогим в Восточной Европе электричеством. Запрещается импорт более дешевого российского угля и электроэнергии. Ну, как запрещается. Просто как всегда, под видом угля собственной добычи по завышенным ценам продается продукт из ДНР. Схема Роттердам Плюс стремительно модернизируется и становится еще более прибыльной. Все затраты берет на себя могучее украинское государство, борющееся с коронавирусом. Кабинет министров во главе с ручным каличанином Рината Леонидовича Денисом Шмыгалем стоит на страже интересов бывшего донецкого олигарха. Для иллюстрации. В кабине хотели секвестировать бюджет на текущий год в связи с эпидемией. На тот момент министром финансов был Игорь Уманский. Он послал Шмыгаля подальше и стал в ручном режиме перераспределять расходы бюджета. В первую очередь сократил бюджетное сигнование на Министерство культуры, Институт национальной памяти, европейскую интеграцию, спорт и кинематограф. Вполне логичные и обоснованные сокращения, поскольку тратить полмиллиарда гривен на программу сшивания страны в виде поезда к молодежи по Украине это как бы странно. Особенно в карантин. Как только Соросня, которая кормится на многочисленных культурных программах и патриотическом кинематографе, узнала о планах секвестр бюджета на 2020 год, началось восстание упоротых. Уманского сделали алкоголиком и агентом Кремля, уничтожающим украинскую культуру. Галичанин львовского происхождения Шмыгаль лично подал Зеленскому представление на увольнение взорвавшегося финансиста. И что вы думаете, Рада его таки уволила? Вместе с министром здравоохранения Ильей Емцем, который пробыл в своей должности менее трех недель. Знаете, какова реальная причина увольнения дедушки Емца? Не сработался с командой Ульяны Супрун, которые по-прежнему рулят в Минздраве. На вакантные места назначили Парахобота и Соросенка. В программе деятельности правительства галичанина Шмыгаля появился пункт о формировании целостного украиноязычного информационно-культурного пространства. И да, остается неизменным курс Украины на интеграцию в ЕС и НАТО. Так значится в преамбуле к программе деятельности Шмыгаля. Не уверен, что и Евросоюз готов к подобной интеграции. Третье. На фоне гибридного карантина с элементами военного положения президент окончательно превратился в Парахобота. Да, союз фракций Порошенко и Зеленского, которого год назад те же Парахоботы называли наркоманом и клоуном, стал практически официальным. И очень кстати, что население страны загнали по домам, некому даже пикнуть. То, что произошло, имеет все признаки полноценного переворота, нарушения конституционного волеизъявления избирателей. Люди голосовали против Порошенко, войны, уничтожения прав русскоязычных, межнациональной розни и прославления героев ООН УПА и дивизии СС Галичина. Но не все, а большинство. 73%. По итогу Порошенко вместо того, чтобы давать показания и разучивать арестантские песни, приободрился и начал бегать по телевизионным эфирам. В обмен на совместное со слугами голосование за рынок земли Порошенко получил иммунитет от уголовного преследования. Он теперь ближайший соратник Зеленского. И даже если новый генпрокурор Венедиктова попытается его привлечь, зеленые поклели из Пети, что не дадут его посадить. И можете не сомневаться. Свинарчук, Пашинский, Порубий и вся гоп-компания Петра Алексеевича с момента совместного голосования за приватизацию земли может тоже спать спокойно. Весна пришла. Однако посадок нет. Наоборот, выяснилось, что Эль Пора и компания оказываются порядочные люди, честные торговцы. Торговцы родиной, как и сменщик Порошенко. Опять же, при чем тут коронавирус и борьба с ним? Ни при чем. Однозначно. Просто все очень удачно складывается. Нация запугана. На улицах патрули Авакова, который является гарантом нового режима, Зеленский явно деморализован и просто дергается в разные стороны, как марионетка. Почему бы не воспользоваться удачной ситуацией и пока воспользовались? Здесь явно видно, что электорат Зеленского или подобное выражение вообще, если подобное выражение вообще корректно, разворачивается в своем кумире. Отдельный вопрос. Каков будет новый электоральный переток? Куда, к примеру, уйдут голоса разочаровавшихся? Может быть, к Юлии Владимировне? Ведь за кумика голосовали те, кто называет себя проевропейскими. Однако они хотели новых лиц в политике. Получили. А какое Юля новое лицо? Они еще с Лазаренко в сауну ходили. Хочется верить в то, что адекватные избиратели и те, кто был против европейской революции, уйдут к Медведчуку и оппозиционной платформе. Это единственная политическая сила в Украине, которая выступает против МВФ, внешнего управления и за мир. Именно поэтому Медведчук считается главным врагом Сороса. А Соросята при каждом удобном случае норовят на него навякать, извините, потявкать, как шакалы. Пока же, к сожалению, все идет по сценарию внешнего управления. Соросня вместе с парохобутами полным ходом выбивает из команды Зеленского ключевого игрока. Главу офиса Андрея Ермака. Мстят за отставку правительства Соросенка Алексея Гончарука, который тоже активно светится на телеэкранах нации с базовым месседжем. «Я только начала реформы, а меня изнасиловали брутальным образом». Компании, ведущейся, напомню, во время эпидемии коронавируса, активно подключились американцы в лице все тех же демократов-либерастов. «Была использована опробованная десятилетиями схема. Активист-антикоррупционер разоблачает преступные действия власти. Поскольку старая агентура американцев Мустафана Ем, Сергей Лещенко, Светлана Залищук, Виктор Чумак и прочие отбросы уже основательно зашкварились, нашли новое лицо». Продолжение следует. Александр Зубченко «Самоизоляция украинской власти». Это мы зачитали вторую часть статьи. «Самоизоляция украинской власти»